Меня зовут Оля Ермилова, сегодня мы поговорим с вами о том, что такое зависть, вся правда о зависти и, собственно, почему у нас существуют убеждения, которые очень часто являются как будто бы позитивными, но по факту являются оправдательными. И одно из таких убеждений мы сегодня будем с вами обсуждать, но сейчас мы буквально несколько секунд подождем, пока все желающие присоединятся, как по швейцарским часам, но не совсем, я завезла, честно говоря, сегодня дурдомный абсолютно день, я завезла только что ребенка на танцы второй раз и вот с первого раза по второй я вообще не выходила из машины практически, потому что все время куда-то переезжала. Сегодня себя почувствовала жительницей мегаполиса, суперматерью и, в общем, всем сразу и вовремя, слава богу, что ребенок на восемь пошел на танцы и я точно включилась в эфир. Итак, давайте-ка будем с вами начинать и обсуждать те темы, которые мне бы хотелось обсудить. В процессе эфира вы можете задавать вопросы, если они будут по теме, длительность нашего эфира порядка 50 минут для того, чтобы мы с вами друг другу не супер надоели, но я надеюсь, что будет продуктивно. Итак, что меня вообще подтолкнуло провести этот эфир? Недавно я выступала в Одессе и произошел некий такой неприятный для меня инцидент, о, выговорила это слово, я была очень вся под эмоциями и записала такое, ну, как бы расстроенное свое, так, сейчас я включу свет, ребята, расстроенное свое видео о том, что, ну, мне очень обидно за такую ситуацию, которая произошла, я очень эмоциональный человек и, в общем-то, я не особо это скрываю. И я получила огромное количество поддержки, и очень многие люди написали мне такую фразу, что «Ольга, сильных любят валить, вот вы не расстраивайтесь, потому что это специально сделали, потому что знали, что вы самый классный спикер, у вас отобрали время, потому что вот вы очень классный». И я вспомнила, что по факту у меня раньше тоже существовало такое убеждение, что мне не везет или люди не хотят что-то мне давать, или что-то вот происходит не так в контексте того, что другие люди против, потому что чувствуют во мне силу, и они поэтому делают, вставляют мне, что называется, палки в колеса. Напишите, пожалуйста, если у вас есть такое убеждение, вы можете сейчас его вспомнить. Я хотела на эту тему подискутировать и поговорить, потому что по факту это неправда, но это абсолютная неправда, жесточайшая неправда, но она очень классно звучит, особенно в словах поддержки кому бы то ни было или себе, и люди любят, вот знаете, как в одеяло в это укутываться. И по идее, когда мне это написали, я должна была укутаться в это одеяло, пожалеть себя, сказать «да, я просто очень классная», а другие… То есть что мы делаем в этот момент? Мы в этот момент оправдываем какую-то ситуацию, мы оправдываем отсутствие собственного успеха в данной конкретной ситуации, в которой это происходит, оправдываем это тем, что я такая классная, офигенная, а другие меня просто боятся, поэтому валят, вот поэтому, но я-то классная. И это такая штука, знаете, утешительный приз, утешительный приз для самого себя, потому что мы в жизни привыкли вместо того, чтобы выигрывать в чем-то, искать себе утешительные призы, вместо того, чтобы разрабатывать новые стратегии и думать «Окей, хорошо, произошла какая-то ситуация, я понимаю, что она произошла, что-то кому-то доказывать в какой-то ситуации бесполезно, какую стратегию я для себя изберу?» Я, например, имею по жизни уже четкую стратегию, и каждый раз, когда я от нее немножечко отхожу, я понимаю, что жизнь указывает мне именно на это. Я сольница. Я создаю свои сообщества, но абсолютно не приживаюсь в чужих сообществах. Я могу играть по тем правилам, которые я создаю, и люди прекрасно играют по моим правилам, но если я прихожу в другое сообщество, и там есть свои правила, и я пытаюсь во что бы то ни стало быть хорошей, и соответствовать этим правилам, это не моя история. Я это уже очень четко вижу, и я знаю, что всякий раз, когда я пытаюсь наступить себе на шею и понравиться кому-то, и быть правильной для кого-то, например, это не работает. Вот это, например, моя история. И когда происходит вот ситуация того, что вас где-то там не принимают, или где-то что-то не так происходит, как бы вам хотелось, нужно понимать, что у меня есть какая-то своя игра, и разобраться, в чем эта ситуация. То есть принимая убеждение того, что я очень классный, а просто другие меня валят и ополчились против меня, мы лучше не становимся. Мы себя утешаем, мы вытираем себе нос, мы там придумываем, какие мы классные, но по факту мы лучше не становимся. В каком мире вы хотите жить? Вот этот вопрос я всегда себе задаю. Если тебя устраивает иллюзия, да, иллюзорная история, можно вести свой инстаграм и рассказывать людям о том, как у тебя все зашибись. Можно показывать фейковые самолеты, вертолеты, ездить в автосалоны, показывать фейковый отдых, можно делать себе другую фигуру. Можно. И кто-то так делает, кто-то не делает, меня вообще это не особо колышет. Но для меня, например, я себе всегда задаю вопрос, оно мне надо, оно мне надо, максимальная моя ложь в инстаграме это фильтр. Это фильтр, где, например, не так видно, как я замучена или что у меня расплылся макияж. Но вы никогда не увидите на мне фильтр худой женщины или женщины со вставными какими-то частями тела, там, да, типа сиськи побольше или еще что-то, нет. Но это не означает, что в жизни я, например, над чем-то не хочу поработать. То есть для меня очень важен фактор настоящести, да, такое, как это, ну, такое плохое слово, ну, не плохое, прикольно звучит. Давайте настоящесть вот так назовем, пусть это будет мое фирменное слово. Поэтому каждый раз, когда вы находите какую-то вот эту вот штуку, что люди мне завидуют, что люди специально делают против меня, это потому, что они не хотят вообще слово «они» убирайте навсегда. Не важно, что хотят, делают и думают они. Важно, что делаете вы и кем являетесь вы. В жизни всегда есть две такие части. Есть люди и в ситуации, и все, есть то, что за вас, есть то, что всегда против вас. Против вас вообще это не как бы не то, чтобы против вас, это люди, которые против всего. Вот им все равно против вас, против бутылки, они против. Почему они против? Они против потому, что они не занимаются собой. В тот момент, когда вы начинаете обращать внимание на других, обсуждать, осуждать, придумывать оправдания другим, вы смещаете фактор и ресурс, вот, наверное, ресурс своей энергии, себя на кого-то другого. Когда вы едете за рулем, вы не можете автоматически смотреть вперед, например, и там сбоку болтать с подружкой, глядя на нее. Нет, у нас есть все равно вот поле нашего зрения, и точно так же есть ресурс наших усилий. Почему, например, я не особо верю в разработку, в грамотное управление несколькими бизнес-проектами разными? Потому что ресурс энергии у нас один, это как фонарик, вы им куда светите, вот это место вы освещаете, так это называется, как бы, такой эффект фонарика. И вы должны понимать, что если вы заняты чьим-то осуждением, оправданием или мыслями о ком-то другом, вы в этот момент не думаете о себе. О своем развитии, о том, как стать лучше, о том, как сделать больше, о том, как заработать, о том, как получить удовольствие. Вы не можете думать о себе и о других одновременно. Вы можете найти историю такую вот, которую я, например, для себя дошла, что когда я делаю лучше себе, когда мне хорошо, автоматически становится хорошо другим. Например, я читаю книги или там я что-то новое узнаю, я делюсь этим с вами посредством эфира, вам, например, или посредством своего марафона. Вам становится классно, чем лучше мне, тем лучше вам, потому что я делюсь с вами большим багажом. Но если я перестану заниматься собой, а начну заниматься вашим постоянным разбором, постоянно выковыряться в ваших мозгах, в ваших ситуациях, мне некогда будет самой расти. Поэтому в том случае, когда у нас существует вот это убеждение, что люди специально хотят, первое, что нужно понять, таких два момента. Первое, это то, что по факту нормальным людям нету до вас никакого дела. Ну, то есть, вот мне часто говорят, вы что-то обо мне плохое думаете, я говорю, я вам честно скажу, я о вас вообще не думаю. Ну, просто я вас вообще не думаю, вы кто, я вас не знаю, с чего вы взяли, а я вот подумал, что вы, наверное, нет. Нет, мне, простите, есть чем заняться. Это как бы первая история, что мне этим неинтересно, да, вот этим заниматься. То есть, когда человек себе что-то там придумывает, я прекрасно знаю, что, например, организаторы и люди, которые сидели в зале в Одессе, никто не хотел вставлять мне никаких палок в колеса, вообще этого не было. Никто не хотел специально меня забить, показать меня в худшем свете, не дать мне высказаться. Нет, это была история в моем личном понимании антипрофессионализма. Антипрофессионализма, когда смотрели на тайминг и рубили цифры, а не то, что говорил человек. Вот это как бы всё. Я бы так к этому не относилась, люди так к этому отнеслись. Вот что было. И второй момент, я точно знаю, что если существуют люди, цель которых меня каким-то образом там реально унизить, простите, обкакать, или, ну это не только меня, вы должны понимать, что если есть такие люди, которые, по вашему мнению, только тем и занимаются, что вас хотят оскорбить, то вам вообще какое дело до этих людей? Это очень, ну это как обижаться на голубей, которые срут на вашу машину. Понимаете, как бы, ну что на них обижаться, они голуби. То же самое, люди тоже бывают разных пород. Кто-то дорос до овчарки, кто-то пока маленький какой-то шпиц, кто-то дорогая какая-то мультипу, выведенная, специально выводенная в коробке, а кто-то дворняга. Это нормально, не значит, что кто-то плохой или хороший, просто мы разные. И мы должны с вами это понимать. Когда мы понимаем, всё, всё становится на свои места. Поэтому убеждения в контексте того, что другие люди вам завидуют, мешают, вставляют палки в колёса, перестаньте думать о других, и вы, и смените, как бы, акцент, фокус зрения на себя. И вы увидите удивительную штуку, вы поймёте, что вообще вы не замечаете и не знаете, говорят они о вас, не говорят они о вас, вам вообще как бы глубоко наплевать. Мне там говорят, ты знаешь, тебя обсуждают, да мне вообще всё равно. Но если людям больше в жизни нечем заняться, кроме как обсуждать меня, то моя задача делать свою жизнь уже такой, чтобы им точно было, что обсудить. Точно было, что обсудить. И прекрасно, у каждого на земле есть своя функция. Есть люди-творцы, люди, которые идут вперёд, и есть люди-голуби, которые срут на это. Вы просто выбираете для себя роль, и всё. Всё, неважно, как вы это назовёте, орлом, козлом, это не имеет значения. Вопрос в фокусировке вашей энергии и ваших результатов. Поэтому всякий раз, когда вы для себя находите какую-то историю того, что мне специально хотят, другие люди мне мешают, это ваше оправдание, это ваша наклейка для вашего собственного оправдания. Скажите себе, мне удобно так думать, мне удобно считать, что другие люди специально что-то сделали мне галимое. Но какая мне разница, это как-то повлияет на мою жизнь. Да, я сейчас себе скажу, вот они гады. Ну и что, моя-то жизнь лучше от этого не станет, я-то как стану от этого лучше. Это как утешение про то, что вам сказали, что вы жирная, например, да, а вы реально жирная. Вы смотрите на себя в зеркале, втягиваете животик и говорите, ну не такая уж я и жирная, ну и не такая, это ваше дело. Если вас устраивает то, какое вы есть, супер, вы можете говорить, что вы не жирны, что это козлы вас обзывают жирным, но если вы по факту жирные и вас это не устраивает, то это уже ваша проблема. Вот в чем, собственно, дело. Поэтому убирайте всегда, если вы хотите, да, если вы хотите расти, развиваться, если вы на самом деле в этом заинтересованы, стать кем-то интересным и целостным, убирайте вот эту оправдательную всю историю. И я понимаю прекрасно, честно говоря, мне было очень приятно, когда это написало огромное количество людей, потому что на этом фоне выглядело я, блин, а вообще зашибись какая крутая, все знают, что я очень классная, а они специально меня там подгадили. Но как бы нет, ну как бы нет, ну не так. Но я себе сказала, окей, Оля, благо, что у тебя есть интернет, у тебя есть своя аудитория, ты включишь эфир, запишешь видео, его за несколько дней посмотрит несколько тысяч человек, и все, от тебя не убыло, ты не стала хуже из-за этого, тебе было неприятно, потому что ты столкнулась с непрофессионализмом в организации. А я как организатор, который по жизни организатор, я на это, знаете, это вот, ну, я не знаю, это как для человека, который изучает этикет, увидеть, как кто-то что-то там делает не по этикету, но это такие болезненные шрамы на всю жизнь, когда ты в чем-то крутой был, есть и остаешься, как говорится, не пропьешь. Вот здесь такая же история, это как учитель по русскому языку, да, по сей день не может слышать слово украинский, или там поняла, его просто вышибает, и я не могу ничего сделать, и не буду никогда тусить с мужчиной, например, который говорит там, поняла, просто вообще я вся прям чешусь, вообще это не моя история. Вот, собственно, и все, вы это определяете. Так, я вижу какие-то вопросы, давайте я буду с вами общаться. Так, раньше расстраивалась, когда на меня гнали бочку, катили, да, расстраивались, потому что мы расстраиваемся, когда мы этого не понимаем, а не понимаем этого, когда мы, простите, недоразвиты в своём сознании, в своём внутреннем развитии. Я в каждом эфире говорю о том, что нам нужно заниматься самовоспитанием, вот такое слово. Нам нужно воспитывать себя, нам нужно растить, нам нужно понимать обычные, базовые, банальные вещи, которым нас никто не научил. Любви к себе, пониманию, эгоизму. Для нас вот эти вот все слова, касаемые с эгоизмом, это что-то страшно плохое, нас всё время в этом упрекали. Ты эгоист, ты ни о ком не думаешь, а мы на самом деле о себе не думаем. Мы думаем о том, как угодить всем вокруг, как в глазах всего человеческого людо выглядеть правильно, и той бабки в церкви, которая стоит и смотрит, и ты думаешь, господи, что же я не так-то делаю в этой церкви, что же я не то... Ой, простите. Так, да будет свет. Сейчас, ребята. Всё, всё хорошо. Я же в машине сижу, жду ребёнка. Вот, и ты думаешь, к чем ты не угодил той, блин, бабки, и теперь боишься заходить в эту церковь. Так, машина. Тихо. Радио включилось. Вместо того, чтобы в принципе понять, что ты пришёл, это твой личный разговор, твой личный диалог с Господом Богом, Вселенной, или в кого ты там веришь. Вот и вся история. Так, раз вас обсуждают, значит, вы сильная личность. Да херня это всё. Это ваши, опять-таки, обсуждают сегодня всех. Любую бабку, любую детку, любой человек, который появляется на публичном пространстве каким-то образом, вот это его обсуждают, обсасывают. Это не имеет никакого отношения к сильной личности или к слабой личности. Это имеет отношение просто к тому, что мы сегодня все на виду. Вот я ехала по дороге, в пробке, посадила ребёнка на крышу, потому что, ну, не посадила, вставила, как бы сказала, хочешь, постой, потому что была пробка, ребёнок час уже не знал, что делать. И тут же меня показали по телевизору, понимаете, по телевизору показали, как хреновую мать, и куча людей начали обсуждать эту историю. Это о чём говорит? О том, что я сильная личность, это говорит о том, что люди немножечко, понимаете, того, раз им в жизни больше нечего пообсуждать или посмеяться, у них проблемы с чувством юмора. Сейчас я, вот, простите, хочу открыть крышу, потому что чувствую, что я сейчас задохнусь. О, сейчас крышу откроем, а то у меня воздуха нет. Вот и всё. Так, как создать свою команду, если её нет? Я не понимаю вопроса. Нужна ли вам вообще команда? Так, давайте я буду вопросы смотреть последние. Так, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Самое интересное, угождаем всем, им всё равно на тебя. Ну, конечно же, это абсолютно утопическая история. Во-первых, сегодня мы имеем дело с интернетом, если говорить, например, о людях, которых мы вообще не знаем. Если говорить о близких людях, которые заставляют вас делать то, что вы хотите, точнее, то, что они хотят от вас, это говорит о том, что это люди, которые рядом с вами находятся, паразиты и бездельники. Простите, очень часто это наши родители, полные бездельники, которые вместо того, чтобы заняться своей собственной жизнью, сфокусироваться на себе и своём развитии, они, им скучно, и они начинают рассказывать что кому делать, кто как правильно или неправильно живёт, и так далее, и так далее. И если это ваши друзья и знакомые, это тоже паразиты, вы должны это понимать. Я сегодня пришла с Евой, приехала выбирать ей в школу рюкзак. Она нашла в интернете один рюкзак, весьма странненький, и мы поехали его посмотреть. Он оказался большим, такого большого очень размера и очень странненький. И я ей предложила другие рюкзаки, я говорю, Евчик, первоклассницы так не ходят. Она сказала, мама, я хочу этот рюкзак. Мы купили этот рюкзак. Мало того, что он дорогущий, он огромный, он очень странный, он точно не для первоклассницы, но это решение моего ребёнка. Я это решение уважаю, потому что она точно знает, что она хочет его, она готова с ним ходить. Это её самовыражение, её ощущение жизни. Я не хочу быть мамой, которая начинает убирать это. Ведь наши родители с детства начинают убирать всё, что мы хотим. Это неправильно, это тебе не идёт, это вырастешь, и тогда у тебя будет. И в результате нас отучают от того, чтобы мы слышали и делали то, что мы хотели. Мы в результате превращаемся в удобных для общества людей и самое главное, в удобных для своих родителей людей. Мы даже идём учиться, куда родители сказали, слушай, что тебе говорят старшие. Нас всё время упрекают в том, что мы не зарабатываем деньги, хотя бы маленькие, и мы не можем зарабатывать деньги. Это как бы обязанность родителя нас содержать. Но родитель считает, что раз он нас родил, раз он за нас платит, он полностью должен нами управлять. А потом удивляются, что мы превращаемся в чёрти кого, и что мальчики и девочки в 30, 40, 50 лет по-прежнему живут с родителями и пытаются, приходя на работу, говорить, скажите, что надо делать. Только ни хрена делать не умеют. В общем-то, всё очень интересно. Так, а как перестать обращать внимание на мнение других? Ну вот я вам уже об этом говорю постоянно. Развивайтесь самостоятельно, задайте себе вопросы. Кем я хочу быть? Как я чувствую этот мир? Что мне нравится в этом мире? Как я себе представляю свою жизнь? То, чем мы занимаемся на рерайтере, обращаемся вовнутрь себя. Работаем не с тем, что есть, я в предлагаемых обстоятельствах. Жизнь говно, родители заставляют, мужик плохой, комары летают. Нет. Я начинаю с того, а каким я хочу быть? Мне в детстве сказали, у тебя крупная кость, а я сказала себе, я хочу быть худой. Мне похер, какая у меня кость. Я хочу быть худой. Я хочу быть красивой. Или ты стрёмненькая. Я сказала, нет, я очень красивая. И так далее. Вы сами определяете и начинаете действовать, исходя из этих данных. Вот и всё. Перестаньте слушать других. Кто эти другие? Зачем вам их слушать? Это ваша жизнь. Мама, папа, все рано или поздно уйдут. Вы. Это ваша жизнь. Вы её проживаете. Мама, папа дали вам жизнь. Всё. На этом как бы их роль в вашей жизни окончена. Ключевая. Дальше это ваша благодарность ещё, но не ваша жертвенность. Ребёнок, когда рождается, он рождается не для того, чтобы быть жертвой своих родителей, а зачастую он таковой становится. Надо не прогибаться, а показать, что ты непобедима, как столб. Да не надо. Когда вы начинаете не прогибаться и показать, что ты непобедим, вы вступаете в сражение. Зачем вам сражение? Жизнь – это не сражение. Жизнь – это ваше удовольствие. Наше подсознание запрограммировано на то, чтобы давать человеку то, что приносит ему удовольствие. Но мы настолько в себе прячем эти удовольствия, мы всё время от удовольствия страдаем. Мы как только видим красивую машину, мы начинаем страдать, что у нас нету на нее денег. Как только видим красивый дом, начинаем страдать, что мы не можем в таком жить. Мы страданиями своими, вот которыми мы себя блокируем, наше как бы подсознание считывает то, что, блин, удовольствие для нас это бедность, потому что там нам хорошо, например, удовольствие для нас это удовлетворяет других, а все остальное для нас страдания. Подумайте над этим. Что делать, чтобы людям нравиться, и они шли за тобой? Так, есть таких много, но есть часть, которые переманивают на другую сторону. Да на самом деле ничего не нужно делать, чтобы нравиться людям, нужно нравиться себе. Всегда будут те, кому это будет импонировать, ваша позиция, и другие. Как только вы начинаете пытаться нравиться всем, это как бы абсолютная утопия. Вы себя в какую-то загоняете совершенно странную штуку. Вы скоро поедете, катушка, крыша съедет у вас. Вы должны понимать, что у человека, у лидера, если у вас есть такая задача быть лидером в какой-то сфере, я так понимаю, то у вас должна быть лидерская позиция. Лидерская позиция – это своя позиция, это своя уверенность, это своя аргументация, это свое понимание. И всегда будут люди, как, например, на этом эфире, кто посмотрит, которые напишут мне после «Оля, класс, супер, я хочу там, куда, чего». Будут люди, которые скажут «Да все это фигня, я в это не верю, это есть норм, у меня не стоит задача понравиться каждому». Зачем? Это моя позиция такая, и я лидер по жизни, и я веду за собой, я открываю людям двери, я помогаю людям понять тем, кому это близко, те, кто готов это принять. Поэтому ваша задача – понять, чего вы хотите, и научиться эту позицию доносить. И к вам будут притягиваться по закону притяжения те, кто разделяет эту позицию. Вот и все. Так, показывать, что это непобедимое не стоит, нужно просто быть непобедимой. Да с кем вы сражаетесь? Про какую непобедимость вы говорите? С кем? Против кого вы сражаетесь? Почему вам все время нужны какие-то герои для сражения? Зачем? Научитесь наслаждаться. Жизнь – это удовольствие. В жизни так много всего кайфового. Радость приходит не во время сражения. Радость приходит, когда вы живете и понимаете, что все, что вы делаете, вам по кайфу. Это может не нравиться кому-то. У вас что-то может еще не получаться. Но вам-то по кайфу. И в этом есть, понимаете, как бы смысл этой истории. Так, с детства личность как таковая забивается в темный угол, а потом в 40 лет не знает себя вообще. Это тоже убеждение. У каждого человека по-своему. Есть, вот я сейчас наблюдаю за новым поколением и за девчонками, которым часто 15-16, по крайней мере, в моем поле зрения, это развитые, счастливые, уверенные другие дети. Другие. И во взрослых людях я тоже замечаю, я тоже, например, не такой человек, там, как, может быть, вы меня с кем-то сравните. Я никогда не была зашуганной. Я никогда не была с суперкомплексами. Я там, у меня были какие-то периоды становления, взросления, но по факту я всегда знала, что я королева. Я всегда знала, что я в этой жизни рождена для чего-то большого. Я никогда не боялась брать на себя ответственность. Я никогда не боялась вести за собой. Я никогда не боялась держать или давать свое слово. Я никогда не боялась говорить «нет». Просто да, в какие-то периоды это проявлялось больше, в какие-то меньше, но по факту я всегда была такой. Поэтому это качества какие-то, которые есть в людях, что-то в нас врожденное у кого-то, у кого-то что-то приобретенное. То, что мы можем это изменить и накачать, это факт. Но то, что люди есть разные и говорить, что все прям родились с проблемами, нет. Нет, абсолютно нет. Это неправда. Это удобно так об этом думать, но это неправда. Как быть с завистью, когда думаешь, что тебе завидуют, или когда завидуешь сама? Ну, вы смотрели первую часть эфира? Я же вот об этом рассказывала, перемотайте, пожалуйста, и послушайте. О том, о чем я говорю, что такое зависть. Это ваше мнимое, это ваше придуманное. Или люди, которым нехер заняться. Посмотрите первую часть эфира, я об этом говорила. Так, потрапляю на эфир завжды, туди, кулы наибельше, маниться потребно. Ну, это ваша ретикулярная активирующая система, поблагодарите ее, которая находится в вашем головном мозге. Она притягивает то, что вам необходимо. Вам нужно работать, вам нужно прийти на рерайтер, раз ваша системка так уже круто работает. Значит, вы сможете изменить свою жизнь. Так, зависть вам ничего не даст, денег не принесет. Это все фигня. Мы говорим о зависти, не понимая, что такое зависть. Зависть – это просто какой-то сгусток энергии, все. Зависть – это то, что вы так называете завистью. Можно обозвать завистью все, что угодно. Ничего такого не существует. Просто есть человеческая глупость и есть что-то другое. Нравиться нужно себе в зеркале. Да не знаю, где нужно нравиться. Знаете, вот нужно себя классно чувствовать. Как принять свои минусы, недостатки от других? А с чего вы взяли, что это минусы, а не достоинства? Вот почему мы что-то называем минусами. Это вам об этом кто-то сказал, что это минусы? Например, я для себя определяю там, что мне нравится, что мне не нравится. Если мне что-то не нравится, я это не принимаю, я это меняю. Я себе говорю, так, смотри, вот над этим нам нужно с тобой поработать. Это как в жизни, да, например. Тебе там это нравится, это нравится, а твоя кровать не нравится. Медитировать на тему «У меня прекрасная кровать, хотя она мне не нравится» бесполезно. Я себе говорю, так, тебе нужна другая кровать, пошли выберем, теперь давай подумаем, так, нам надо на нее заработать, давай мы теперь поработаем мысленно и так далее, и так далее, и физически в том числе. Это история про это. Зачем принимать то, что тебе не нравится? Просто вопрос, это тебе не нравится самому или это кто-то тебе сказал, что это плохо? Вот это две большие разницы. Потому что зачастую мы узнаем, что с нами что-то не так, когда кто-то вдруг дает нам оценку и говорит, не-не-не, это фигня. И ты такой, боже, мне становится неудобно. Это из серии «Оля, крась стрелки» или «Оля, не крась стрелки». «Ольга, вам это идет или не идет?» Да, ребят, ну я прекрасно знаю, чем мне идет и чем мне не идет. И сегодня я хочу красить стрелки, завтра я не хочу красить стрелки. Это мое личное дело. Вы можете сделать мне комплимент, я вас поблагодарю. Но если вы попытаетесь каким-то образом, типа, намекнуть мне, поуправлять, да, спросить, зачем вы это делаете, я вас пошли нахер. И правильно абсолютно сделаю. Потому что это моя жизнь, мои стрелки, все мое. Ну, алло, занимайтесь своим. Так, верите ли вы в то, что нельзя рассказывать о своих планах наперед, потому что не сбудется? Я записывала об этом целое видео. О том, что это дурацкое совершенно убеждение. Когда вы делитесь с людьми успехом, вы включаете высокие вибрации в жизнь, вы притягиваете успех. Когда вы говорите о неудачах и прибедняетесь, вы мысленно это притягиваете. Другой вопрос, с кем вы общаетесь, кто ваше окружение. Например, мы в Рерайтере всегда рассказываем о том, в марафоне, о том, чего мы хотим. Мы обсуждаем свои желания, мы притягиваем эти желания. Потому что чем больше мы об этом говорим, чем больше мы эти излучения делаем, эту энергетическую паутину расплетаем, тем быстрее мы это к себе получаем. Когда мы начинаем прибедняться, ой, да ничего у меня нет, ой, да чувствую себя плохо, вы притягиваете именно это. Но если вы находитесь с паразитами, которые вы не успели им сказать о чем-то хорошем, они вам тут же, у тебя ничего не получится. Это все фигня, это вообще все не работает, это вообще все глупости. Вот этих людей просто нужно отрезать, с ними не нужно делиться. И делиться не потому, что они сглазят, они делятся потому, что они дураки, а с дураками таким не делятся. И даже если это ваши друзья, нужно понимать, что друзья тоже могут быть дураками в этом вопросе. Может вам с ними прикольно пить кофе, гулять, обсуждать там что-нибудь, у вас есть общий интерес, ходить на танцы. Но на эту тему они дураки, и не пытайтесь их переключить, и не пытайтесь там их заставить, потому что они вас будут, вот удивительно, но у этих людей есть такая, знаете, вот желчь из бутылки. И как только они слышат и понимают, что у вас что-то может быть хорошо, что вы что-то можете изменить, они открывают эту желчь, начинают вам лить и говорить, не-не-не, это все фигня, это все не работает. А вы, пока вы слабенький, пока вы еще не пропитаны, не накачаны этим мощным, как в рерайтере уже у нас несколько месяцев, когда вы поварились, вы сразу же начинаете поддаваться в это, вы тут же начинаете, ой да, действительно, ваше подсознание еще слабое. Это как, знаете, история про спорт, вы начали бегать, но пробегали только первую неделю, и вам вдруг говорят, да это все фигня, да пойдем лучше пончики пойдем, да поехали туда, вас легко с этого убрать. Но когда вы бегаете месяц, два, вы видите результаты, вы чувствуете, что вы стали сильнее, и вам подружка говорит, да зачем тебе это надо, пойдем лучше с тобой куда-то, ты говоришь, да-да-да, пойдем, я побегаю и пойдем тогда. Или, прости, я сегодня занята, ты становишься сильнее. Моя жизнь, мои правила прекрасны, мне это очень нравится. Если человек все время принижает и оскорбляет, что делать, убрать этого человека? Убрать человека из жизни, никого не меняйте, вы вольны выбирать свои мысли, своих друзей, свои убеждения, вы хозяин своей жизни, всегда. И точно хозяин своих мыслей, и точно хозяин своего времени. И если человек говорит мне на какие-то темы, которые мне неприятны, что-то заставляет меня сделать, я ему говорю просто, прости, у меня нет на тебя времени, нет на это времени, я не хочу об этом говорить, зачем? Почему вы стесняетесь? Человек разливается своей желчью, своим говнецом или своими комплексами, а ты такой, я плохой друг, да нет, это он плохой друг. У нас принято, что поливать и выливать свои все проблемы, это нормально, это ненормально, это ненормально, вот примите это, это ненормально. Мы это наблюдали у своих родителей, мы это наблюдали у своих знакомых, нам это кажется уровнем нормы, но это вранье. Вам просто подменили понятие, это точно так же, как быть после 30 лет с кубиками, ой, с кубиками, со складками на животе, с целлюлитом, это нормально, я росла вот так. Я думала, блин, ну главное до 30 продержаться, потом я рожу детей, и это нормально. А сейчас я хочу кубики, а сейчас я хочу вот так вот ноги задирать, чтобы мне не стыдно было вам показать свои ноги, вот прокачанные все везде, понимаете? И мне 37, и мне хочется и в 57 так поднимать, и в 67 так поднимать, и так далее, понимаете? Меняются эти убеждения. Так, хорошо, что не на ногах, а то бы я не пережила. Сейчас, ребята, мне жарко, страшно. Надо помедитировать, мне холодно, мне прохладно. Сейчас я не знаю, что в голову засунуть. Палочку от чупа-чупса попробую. Так, едем дальше. Как, як на порыбельшит потенциал? Я не понимаю вашего вопроса, что вы имеете в виду. Вообще преувеличить ничего нельзя. Преувеличить можно только губы, которые потом не поместятся в экран. Больше ничего преувеличить нельзя. Если вы самооценка, все, чем больше, тем лучше, тем больше у вас шансов на успех. И ваш потенциал максимальный. Вы его раскачиваете тем, когда вы что-то делаете и получаете результат. Приучите себя к результатам. Я хочу похудеть, прекрасно. Давай начнем. Сегодня похудела на 100 грамм. Ес, я молочинка, умничка. Завтра похудела еще на 200 грамм. Супер, я молодец. Все время каждую свою милипиздрическую заслугу раздувайте. И каждый день ее приумножайте во всем, что вы делаете. И вы увидите результаты. Мы просто сразу хотим, во всем всегда результат огромный. Я типа села на диету, не похудела на 10 килограмм за день. Все, херня, ничего не работает. Нет. Нет. Наш рост постепенный. Время так или иначе пройдет. Поверьте мне. Год, два, месяц. Все проходит очень быстро. Нам всегда стрёмно начинать. Боже мой, ну как же я начну? Это же столько времени. Оно пройдет. Оно все равно пройдет. Вляпаетесь вы в это или нет, оно все равно пройдет. Вот дети пойдут 1 сентября в школу, а скоро будет Новый год. И это время пройдет. И вопрос, как оно пройдет, с каким результатом для вас оно пройдет, что вы сделаете за это время, это вопрос к вам. Если вы начнете что-то делать каждый день, вы уже до этого времени измените многое. Если вы только будете собираться, думать, о боже, как же долго, как ничего не произойдет, ваш выбор. Так, долго была удобной для других, не могла говорить нет, когда освободилась, как заново родилась. Да, а теперь представьте, что это только одна, да, какая-то штучка. А когда таких штучек много собирается, у нас же есть очень много историй, которые нас блокируют. Не только говорить нет, у нас дофигища всего есть того, что нам мешает, того, что нас сдерживает. И когда мы начинаем это все в себе раскрывать, мы не то что крылья чувствуем. У нас, смотрите, у нас с вами в жизни есть два крыла. Одно крыло – это наша материальная история, деньги, все, что с этим связано. Второе – это духовное. Но в мире неуспешных людей очень принято развивать историю о том, что все духовное – это хорошо, а материальное – духовное убивает. То есть, если ты думаешь о деньгах, о заработке, о приумножении всех этих штук, то значит, ты не духовный человек, ты низкий человек. И это такая… Боже мой, боже, какой у меня ребенок стоит ужасно. Слушайте, меня прямо же это… Я же испугалась. Слушайте, стоит ребенок и этот… Сейчас я куда-нибудь уеду. Это просто отврат. Просто испугалась. Сейчас, ребят, я уеду. Фух, я повернулась к окну и стоит ребенок с ужасной гримасой какой-то… О, сейчас я отъеду. Меня аж кидануло в дрожь. Я думала, что мне показалось. Сейчас я отъеду и стану в другом месте. Это ж надо таки… О, реально меня кидануло. Я думала, что меня это глюкануло. Знаете, и стоит мне и эти… И рожек ливит. Фух. Даже крышу закрою. Всегда закрывайте окошко себе. Не окошко, а эту дверку. В общем, я не помню, что я говорила, я испугалась. Так, мама мужа. Все, что он ей говорит, она ему сразу негативит. Как с ней быть? Да никак. Не общайтесь с ней. Ну, ребят, вы должны понимать, нужно маму целовать в лобик и говорить, мамочка, все замечательно, все прекрасно, но сори. Сори. Вот договориться с мужем, что мы этого не принимаем. И когда вы на это относитесь, вот так мама может пообижаться какое-то время, там еще что-то, а потом вы ей перестанете быть интересным. Мы перестаем быть интересным людям, которые не видят реакции на то, что они делают. До тех пор, пока мы им отдаем энергию, когда мы реагируем, да, там начинаем спорить, что-то доказывать, мы отдаем энергию. И человек питается нашей энергией по факту. И мамы в том числе, ну, простите, ну, они вот как умеют, так умеют. Мамам же очень хочется управлять жизнью, очень хочется рассказывать, что нужно делать, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому они вообще, вот родители, особенно вот поколение постарше, там, да, наше, они вообще очень не хотят отдавать контроль. Им скучно, они не научились заниматься своей жизнью, они не научились заниматься собой. Ну, у многих такая проблема есть, потому что они плохие, они просто по-другому не знают. Они не привыкли. Вот я помню даже своего дедушку, который, я жила с отчимом какое-то время, и вот отчим уже был мой очень взрослый, ему было лет 40 точно, ну, очень взрослый, да, по моим меркам, сейчас, моего возраста. Я помню, как он кричал ему, я, типа, твой отец, я буду тебе говорить, ты будешь слушать, что я делаю. Ну, так любят. Так, можно ли с помощью ментальных практик изменить свой характер? Да, конечно. Конечно, можно. Когда вы начинаете заниматься своим собственным развитием, вы меняетесь изнутри, вы меняетесь, вы смотрите на вещи совершенно по-другому, вы становитесь гораздо более спокойным, осознанным, менее раздражительным, вы по-другому реагируете на мир. Вы меняетесь в корне, и из-за этого меняется ваша жизнь. То есть, это происходит автоматом, это не специальная работа, это происходит автоматом. Любые изменения в нашей голове приводят к изменениям нашей реальности, и, соответственно, меняется абсолютно все. Так, познакомилась с вами на конференции, очень энергичная. Спасибо большое. Витя хоть скнулся, но успел познакомиться на конференции-то. Эх, значит, не зря я все-таки съездила. Хотя я столько вкусного там съела. Так, суперкрутая, спасибо большое. Приучить себя к результатам. Огонь, да, конечно, но это ключевое. Вопрос, меняются ли люди, или все-таки меняется ситуация? Меняются люди. Конечно, люди меняются. Жизнь меняет людей. Если вы не меняете себя самостоятельно, почитайте, вот просто, посмотрите, людей, сейчас очень много есть таких штук, рак-дурак, такое есть этот, хэштег. Посмотрите и почитайте аккаунты людей, которые борются с раком, поборолись, борются, или с какими-то серьезными заболеваниями. Вы увидите, насколько эти люди меняются. Вы почитайте их истории. Я говорю почитать об этих историях, чтобы вы поняли, что не нужно этого ждать, что не нужно ждать от жизни посылочки для того, чтобы вы изменились. Вы должны понимать, сейчас меняются вибрации Земли. Я не буду вам рассказывать всю эту историю. Почитайте, что такое вибрации Земли и вибрации Шумана. Почитайте, что такое вибрации человека. Мир меняется. То, что вам сейчас кажется, что что-то в мире стало ускоряться и происходит по-другому, вам не кажется. Мир меняется на энергетическом уровне. И вот эти все пандемии, которые происходят, они отсекают всех людей с низкими вибрациями. Людей, которые устали жить вне зависимости от возраста. Людей, которые не могут сами с собой разобраться. Земля чистится от этих людей. Вы должны это осознать. Соответственно, люди меняются сейчас. У многих появляется потребность внутренняя. Вы можете за собой понаблюдать. Скорее всего, если вы на этом эфире сидите, то не просто так. Когда вы не понимаете, но вы понимаете, что вам надо что-то в жизни изменить. Что вас что-то перестало устраивать. Что вы вдруг стали чувствовать какую-то потребность. Вы даже не всегда можете понять, что именно. Но у вас есть твердое понимание того, что жизнь, такой, как она была, вы не можете в ней жить. Что вы можете чего-то большего. Что, может быть, у вас сейчас есть совсем не то окружение. Совсем не те люди. Все совсем не то. Но вы, сука, понимаете, что вы, блин, что-то можете другое. И вы начинаете это искать. Вы интуитивно куда-то лезете, вдруг находите какую-то книжку, какую-то Олю, какой-то эфир, кого-то слушаете, 300 человек не запомнили, одного вдруг запомнили, схватились за какое-то слово. Вот это оно, вот это оно. Поэтому люди меняются, и я прямое тому доказательство. И вообще, новые мысли, мне очень нравится эта фраза, не помню, кто-то из великих, гениальных людей сказал, я прочитала об этом в книге, что новые мысли – это новая жизнь. Когда вы запускаете и начинаете по-другому смотреть на мир, у вас меняется жизнь. Я была какой-то период жизни жертвой, я об этом рассказываю. Когда у меня были отношения с молодым человеком, достаточно длительный период времени, несколько лет, в 20 лет – это много, с которым я плакала, дралась и прочие штуки проходила. Я сегодня не могу вообще понять, что это была за Оля. Я не могу себя понять, я не могу себя вспомнить, я не понимаю, почему я так чувствовала, я не понимаю, как я могла сидеть под табуреткой и плакать. Я не понимаю, зачем я вызывала скорую и делала драматургии, что я только что упала в обморок и разбила себе голову, чтобы он меня пожалел. И вообще не понимаю, кто этот человек был. Но таких Оль было много, разным. И с моим мужем тоже были разные у Оли жили, и муж мой был совсем разным. Поэтому это норм. Мой муж, например, у него три брака. Я когда его спрашиваю что-то про первую, про вторую жену, он ни хрена вспомнить не может. Я ему говорю, ну чувак, ну ты же рожал с ними детей, блин, с одной одного ребенка, с другой другого. Он говорит, блядь, я ничего не помню. Я уже ничего не могу вспомнить. Вот так это происходит, поэтому люди меняются, и за жизнь неоднократно. Так, как отпустить ситуацию, которая угнетает? Да взять и отпустить. Задайте себе вопрос, что будет, если я буду продолжать жить с этой ситуацией? Какая будет моя жизнь? Нарисуйте себе картинку, подумайте об этом. Если вам нравится страдать, страдайте. А в какой-то момент вы устанете, и тогда начнется что-то другое. Многие люди, они страдаются, и они кайфуют от этого страдания. Может, вы и один из них? Ну, подождите. Так, вы говорили, что не стоит бояться любить материальное, а не только зацикливаться над духовным. Конечно, безусловно. Материальный мир, я вам сказала, что материальное и духовное — это два крыла. И человек полноценен, когда есть одно и другое. В мире столько всего создано. Неужели вы считаете, что это всё создано просто так? Что просто так Вселенная позволяет создаваться таким материальным абсолютным благом? Конечно же, вы должны понимать, что деньги — это всегда равно удовольствие. Наше подсознание пускает к нам деньги тогда, когда оно чувствует, что это приносит нам удовольствие. Поэтому у нас всё материальное должно вызывать удовольствие. Почему мы в «Рерайтере жизни» пишем книгу о жизни мечты, представляем свой дом в деталях и множество всяких других картинок, для того, чтобы мы запустили удовольствие, а не страдание. Но люди любят, такие, боже, как же теперь мне это всё получить, это же страдание. Нет, я запрещаю страдать. У меня очень классный момент управления вообще во всей моей экосистеме. Такой тоталитарный режим. Я сказала, вы сделали. Я сказала всем получать удовольствие. У нас все получают удовольствие. У нас запрещено его не получать. И людям начинает это нравиться. У нас запрещено себя ограничивать, запрещено себе говорить «нет». Вот этого вот всего нету. В моей жизни этого нету. Я запрещаю это делать своим рерайтерцем. Поэтому тем, кому эта тема подходит, очень хорошо всё ложится. Так, отключите радиофонит. Где-то я машину включила. Пора мне уже новую машину. Я уже, блин, жду её. Гудит сильно. Я просто этого мальчика, правда, испугалась. Люди, как правило, остаются либо такими же искренними, либо гнилыми, какие были с детства. Это абсолютная неправда. Это ваше убеждение. Поэтому ваше убеждение вы всегда находите подтверждение своим убеждением. Мне не нравится это убеждение. Что вложено с детства, то и воспроизводится сейчас. Да, но не всегда. И это можно изменить. Не думаю, что вы поменялись, как человек, имея в виду. Вот вы были с детства искренне, а не гнилая. Нет, я была очень сгнильцой, кстати. Я, между прочим, была очень гадкой. Я была очень завистливой. Я от других всё время думала о том. У меня была подружка Аня Седокова. Я вам расскажу. Мы с ней дружили. Мы были в одном детском коллективе. Мы вместе жили. С ней какой-то период. Анечка была из очень бедной семьи. Я прямо на её фоне была богатой. И Аня поступила в университет на один курс старше меня. В университет культуры, на факультет дикторов, ведущих телевидения. А я поступила в другой вуз. Но я очень хотела поступить туда, куда поступила Аня. Во-первых, мне нравился этот вуз. Во-вторых, я не знала, на какой факультет поступать. Я позвонила Ане. Она сказала, там очень классно, давай приходи. Но Аня на тот момент уже ходила по кастингам. И была, если я не ошибаюсь, ведущей канала нового, по-моему, в Украине. Очень популярный канал. Она пробивалась везде. И я каждый раз соревновалась с Аней. Я всё время наблюдала за ней. То она в Виагру попала, то она ещё куда-то попала. И я так сильно наблюдала за ней, что мне некогда было развиваться самой. Я ей тупо завидовала. Вот честно. Был такой период. Потому что в детстве-то я была успешнее, чем она. В детском коллективе у меня было больше сольных партий. И страшненькая она была. А тут она как-то так стала хорошеть. И я вот очень хорошо помню вот эти завистливые свои какие-то моменты. Очень хорошо их помню. Их было очень много. Поэтому я была совершенно другим человеком. Все, кто с детства меня знают, все говорят об этом, что я очень сильно поменялась. И сильно мельче я была по внутренним каким-то штукам. И более злым. И очень много. Да даже за последние 10 лет я сильно изменилась. Это нормально. Поэтому меняются, меняются люди. Подходы меняются. Всё меняется. В корне меняется. Поэтому не думайте так. Это тоже одно из каких-то убеждений. Знаете, ну я вот такая родилась. Ну нет. Там, где ты не в состоянии поменяться сам, жизнь в состоянии поменять тебя. Я всё время себе об этом говорю. Я всё время говорю, Ольчик, не надо. Давай ты будешь сама как-то двигаться. Давай мы всё-таки не будем просить помощи Всевышней. Потому что там очень агрессивные методы воздействия. Понимаете? Там прям, ну, сильно такая идёт движуха. Не хочется. Не надо. Я всегда говорю, спасибо большое. Я как-нибудь сама там разберусь. Да? То есть никогда, вы поэтому меня никогда не увидите. Ни страдающие, ни какой-то там. Ну нет. Нет. Я не выбираю себе эту дорогу. Я не хочу. Я вам её не советую. Вот. Потому что люди сами зачастую все свои проблемы создают, и все приполы на голову свою ищут. Вот. Так, ребят, у нас осталось 10 минут эфира. Ну, точнее, не 10 минут эфира, а 10 минут до того момента, когда мне нужно забирать своего ребёнка. У нас же всё с вами чётенько по таймингу. Что я вам хочу сказать? 1 сентября у нас стартует новый поток рерайтера жизни. Всё, что вы хотите разобрать с собой, всё, что вы хотите о себе узнать, то, как вы хотите научиться жить, чувствовать и понимать вообще, что вы от этой жизни хотите, и вообще стать для себя в хорошем смысле прочитанной книгой, задать себе самые главные вопросы, научиться мечтать и забивать на мнение других людей, перестать думать о том, что кто-то вам завидует, кто-то хочет вас сглазить, или не иметь в окружении людей, с которым вы можете поделиться успехом, вот эта вся история про рерайтер жизни. Потому что мы автоматически получаем всё. Вот такая гениальная, что у меня получилось создать вот такую очень крутую, мощную программу. Она невероятная. Я даже не хочу её расхваливать, потому что она офигенная, и рано или поздно в неё попадают абсолютно все люди, которые просыпаются. И мне это невероятно приятно, что так происходит. Я могу говорить об этом вечно, вы уже это понимаете, потому что это моя стихия, это моя жизнь, я от этого балдею, кайфую, и никогда точно не устану это делать. Поэтому я вас приглашаю, вы можете присоединиться уже сегодня. Непосредственно, то есть мы-то стартуем через неделю. 27-го числа у нас начнутся продажи пробной версии. Они будут, пробная версия появится на той же страничке, которая стоит у меня по ссылочке в профиле. Появляется пробная версия стоимостью целых 5 долларов, где вы можете попробовать и побыть с нами 4 дня. За эти дня 4 вы напишите 2 книги, 2 главы с книги своей жизни. Мы пишем на этом марафоне книгу о своей жизни мечты. Это очень интересно, очень захватывающе. Там огромное количество бонусов, видеоматериалов, чаты, моей личной поддержки, личных ответов, потрясающих людей. Это все захватывающе, и вы точно нигде такого не проходили. Это я вам могу дать 100%. Поэтому, если вам это интересно, you are welcome. Сегодня участие, вот в этот период, еще до 27-го числа, стоит 90 долларов. И после того, когда включается пробная версия, максимальная стоимость уже появляется на табло, это 100, целых 100 долларов. Прямо можно разориться. Я вам искренне рекомендую, потому что это реально самое крутое и самое важное, что мы можем сделать. Разобраться с самим собой, научиться разбираться и понимать, как устроена эта жизнь, и как мы с помощью своих мыслей можем ей управлять. А мы можем ей управлять. И все, что есть сегодня в нашей жизни, мы сами в нее и притянули. Мы абсолютно с вами управляем своей реальностью. Просто мы не знаем, как, пока мы это делаем неосознанно. А наша задача разобраться, как это делать осознанно, чтобы получалось все так, как мы хотим. Поэтому ссылочка у меня есть в профиле. Для тех, кто ссылочку не находит, пишет мне в сообщение, где может меня найти. Сегодня в Инстаграме, может быть, будет эфир на Ютьюбе, значит, на Ютьюбе. You are welcome. Я вас обнимаю, целую. Спасибо вам огромное, что вы со мной были. Вы очень классные. Не позволяйте никому говорить вам о том, что вам делать и в чем вы неправы. И помните о том, что никто, по сути, не ставит целью своей жизни вас завалить. А если ставит такую жизнь, такую цель себе, то это никчемный, жалкий человек, который свою жизнь посвятил тому, чтобы завалить вас. Но нам можно его только пожалеть.